Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Ура! Когда гастрономический туризм выходит на новый уровень, в Анапе установлен мировой рекорд по приготовлению самого большого блюда из мидий. Необходимо на должном уровне поддерживать пенсию нынешним пенсионерам. О будущем сегодня. Почему стране нужна пенсионная реформа и как должны развиваться события дальше – мнение экспертов и общественников. За два месяца люди осваивают несколько видов туризма. Во-первых, водный, пешеходный, велосипедный. Вокруг Кубани за 60 дней. Она постала точкой остановки в маршруте краевой экспедиции «Кубанская кругосветка». Все, что портит имидж курорта, необходимо оставить в прошлом. На планерном совещании Юрий Поляков поручил найти решение вопроса с так называемыми «зазывалами», которые сидят на трассе, предлагая жилье в аренду. Также необходимо воздействовать на предпринимателей, деятельность которых наносит ущерб городской среде. Об этих и других темах планерки в материале наших корреспондентов. Тем, кто еще не провел опашку полей, необходимо сделать это в обязательном порядке. Также без промедления нужно оборудовать площадки для подъезда пожарной техники к водоемам. Такое поручение дал глава муниципалитета. Глава сельских округов. Оказать содействие в этом вопросе. А у нас же беда как? Машина выехала, воду слила, потом ей надо куда-то ехать, мы теряем только время. А у нее должна быть какая-то дислокация дежурного забора воды где-то рядом. Поэтому ищем разные пути для того, чтобы укоротить это время. Не менее важная составляющая для курорта – опрятный внешний вид. Зашла речь об одном из участков в центре города. Он находится в аренде у предпринимателя. Юрий Паряков потребовал найти способы воздействовать на него в рамках правового поля. Вплоть до расторжения договора. Чего там только нету. Там земля выделена под строительство АКФ, допустим. Но там его никто не строит. Там чего только нету. Велосипеды, машины, кофе, мороженое. Все там убили всю клумбу. Но людям все равно, это люди не анапчане, им все равно, что убивать. Они только деньги подбивают, а убивают все скверы, все. Другая проблема – зазывалы вдоль дорог и улиц, которые предлагают арендовать комнаты. Глава города-курорта поручил найти механизм, который позволит перевести рынок на более современные рельсы. Понастроили гостиницу, теперь не знаю, что с ними делать. Там с табличками сидят на улице, сдают жилье. Ну что это такое? Ну это вообще позор курорту. Ну есть точки, специально оборудование. Ну пожалуйста, выходите в интернет, позиционируйте себя. Не проще сидеть там грязному в шортах, там на табуретке, на краю дороги сдают жилье. При этом Юрий Поляков дал указание увеличивать число малых архитектурных форм. Это могут быть скульптуры, просто интересные детали ландшафта. Одна из таких идей – светильники в форме паруса на набережной. Скульптор из Санкт-Петербурга предложил установить там, где сейчас корабль с алыми парусами, статую Ассоли – главной героини романа Александра Грина. Нужны малые формы, чтобы мы за осень, за зиму все растаяли к следующему курортному сезону. Мало, мало, малых форм с тематикой моря, с тематикой нашей, с тематикой Анапы. Вот такие нужны. Юрий Поляков не исключил, что будет объявлен открытый конкурс проектов, как это было в случае со въездными стеллами. Одна из них уже установлена на трассе со стороны Новороссийска. Другую монтируют в данный момент на въезде со стороны Фадеева. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Работы по обновлению въездной группы со стороны Крымского района уже практически завершены. Там демонтировали старый щит с названием муниципалитета и установили новую стеллу. Вес конструкции более полутудный. Изготовлена она из ярких и прочных композитных материалов. В ночное время суток новая надпись Анапа будет видна издалека. В подсветке используется более полутора тысяч светодиодов. У нее хорошие габаритные размеры, то есть высота более 6 метров, ширина более 8 метров. Она представляет собой, символизирует то, чем славится город-курорт Анапы. Это волны, это солнце, это паруса. То есть на этой стеле изображена, как сформулирована концепция город-курорта, чтобы ты приехал и все это увидел. То есть при въезде, чтобы у тебя было уже праздничное настроение, чтобы ты понимал, куда ты въезжаешь, что вот да, ты попадаешь в сказку. Сегодня специалисты проверят новое украшение курорта в тестовом режиме. Окончательный ввод в эксплуатацию планируется через пару дней. Еще одна новинка появится и в сердце Анапы на пересечении улиц Крымской и Крестьянской. На месте стелы, уничтоженной во время дорожно-транспортного происшествия, установят новую световую композицию. Будет очень много динамики, потому что по предыдущим работам по Симферопольскому шоссе, я думаю, многим понравилась светодинамическая конструкция, очень насыщенные яркие цвета. Я бы хотел, чтобы мы попали в такой же, как сказать, диапазон цветовой, и чтобы это было насыщенно, очень ярко. Вот сейчас бьемся над этим, потому что размеры у нее очень большие, и как это соотнести размеры и светодинамику, чтобы оно никак не перебилось и не потерялось, вот сейчас над этим бьемся. По предварительным данным, эти работы планируется завершить к середине июля. Глава НАПО провел рабочую встречу с представителями Совета Федерации России, членами комитетов по социальной политике, по конституционному законодательству и государственному строительству Еленой Поповой и Еленой Афанасьевой. Они приехали на курорт для участия в конференции, посвященной развитию гражданского образования, воспитания детей и молодежи. О возвращении статуса федерального курорта не в теории, а на практике. Об этом говорили участники встречи. У представителей федеральной власти предложение рассмотреть проблемы курортной территории на высшем законодательном уровне. Мы предлагаем в октябре месяце провести семинар-совещание на базе Совета Федерации по теме «Законодательное обеспечение развития Анапы как федерального семейного и детского курорта». А там уже все остальное в рамках совещания посмотрим и после этого в каком направлении мы будем двигаться. Это будет презентация Анапы в Совете Федерации в рамках Дней регионов. Для обсуждения ключевых проблем курортной территории подключат нужные комитеты. Глава Анапы поддержал предложение, отметив, что ряд вопросов не находит решения без законодательной основы. Для Всероссийской детской здравницы приоритетным является детское оздоровление. А для сохранения этого сегмента нужна государственная поддержка. Я об этом слышу 10 лет. Медведев когда-то выступил и сказал, когда президентом был, детские лагеря нельзя переапрофилировать. Закон где? Нельзя. Ну дальше что? Нельзя. А мать и дитя можно? Можно. И начинается уход от детского курорта. То есть потом поехали мамы с детьми и потом мамы без детей. Ну я образно говорю. Он стал взрослым. Масштаб проблемы далеко не Анапский. Сейчас в регионах Совет Федерации проводят круглые столы и конференции. Законодатели готовы воплотить в жизнь местные инициативы в рамках десятилетия детства, объявленного Владимиром Путиным. Наверное, прежде чем написать государственную программу, нам нужно все-таки понять, что мы все говорим, все регионы говорят, должна быть государственная программа на реконструкцию современных, вернее не современных, а как раз построенных в 60-е годы лагерей. Как была программа МРСДО по детским садам. Государственной поддержкой, она, конечно, не стопроцентная, но была хорошая помощь. Участники встречи обсудили ряд других вопросов, договорившись включить их в повестку на осенней презентации курорта в Совете Федерации. В Анапе установили новый мировой рекорд по приготовлению самой большой порции мидии. Мероприятие прошло в рамках традиционного гастрономического фестиваля. Глава курорта Юрий Поляков отметил, что сегодня нужно активнее развивать гастрономический туризм, предоставляя отдыхающим разнообразный досуг. Свежевыловленные мидии. За их загрузкой в котел следят представители Международного агентства регистрации рекордов. Первую порцию вместе с организаторами засыпал глава курорта Юрий Поляков. Одна из задач, которую поставили в муниципалитете – развивать альтернативы пляжному отдыху. Разнообразие привлекает туристов. Гастрономические, а также агротуры – потенциал, который можно и нужно реализовать. Каждый курортный город на Черноморском обборежье имеет свою специфику. У нас своя специфика. Мы позиционируем и пятый год подряд проводим фестиваль Черноморской мидии. Чистая экологическая продукция нашего Черного моря. Мы ее позиционируем, показываем вам. Я хочу вам всем пожелать приятного аппетита, хорошего солнца и хорошего отдыха. Удачи вам всем с открытием этого фестиваля. Процессом руководит Александр Горченин. Ему 31. Поваром работает с 16 лет. А первое блюдо – блины – он приготовил в 10 или 12 лет. Не из необходимости, а по зову сердца. Для рекордной порции мидий выбран самый простой рецепт. Лук репчатый, лук порей, петрушка, укроп и лимон. А также белое вино. По словам мастера, смысл рекорда в том, что большой объем сложнее контролировать. А процесс приготовления мидий достаточно тонкий. Они остались мягкие, не стали резиновые. И мой браток сохранил свой вкус и качество. Это уже пятый юбилейный фестиваль черноморской мидии в Анапе. Четыре года назад здесь же зафиксировали мировой рекорд – 127,5 килограмма. Сегодня он побит. Новая планка – 155,3 килограмма. Первую порцию разыграли на благотворительном аукционе. Затем каждый мог угоститься совершенно бесплатно, а по желанию – поддержать начинание. Светлана Федоровская приехала из Иркутска. Там рыба – омуль и хариус. Мидии пробует впервые. Вкусно, очень вкусно. На что похоже? Ну, я не знаю, на рыбу с лимонным соком. Ховар молодец. Все просто мы запомнили, теперь будем готовить. Гости города-курорта открыли для себя его новую грань, а организаторы не исключают, что со временем вернутся, чтобы установить новый рекорд. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Сегодня один из главных вопросов – грядущая пенсионная реформа. Мнения разделились, и прежде чем законопроект попадет на рассмотрение депутатов Госдумы, в регионах проходят общественные обсуждения. Завтра, к примеру, дискуссионная площадка будет организована в Новороссийске, послезавтра – в Анапе. Что стоит за пенсионной реформой и почему это решение пойдет на пользу всем, мы узнали у известных общественников и экспертов. Планируется, что повышение пенсионного возраста будет происходить постепенно в течение 15 лет. К 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины – в 63 года. Это позволит поднимать ежемесячные выплаты пожилым людям на 1000 рублей каждый год. Данное решение назревало уже давно. Это связано в первую очередь с тем, что необходимо на должном уровне поддерживать пенсию нынешним пенсионерам, иметь финансовые возможности для их увеличения. К сожалению, на сегодняшний день в масштабах нашей страны такие повышения проводить стало все сложнее. Это в первую очередь связано с тем, что соотношение работающих граждан к пенсионерам уже приближается один к одному. Вместе с тем, согласно Европейской конвенции о минимальном социальном обеспечении граждан, предусмотрено, что для того, чтобы восполнить гражданину его доход в объеме минимум 40% при выходе на пенсию, нужно, чтобы в стране было соотношение 4 работающих с легальной зарплатой к одному пенсионеру. А у нас, как вы знаете, по оценкам разных экспертов, примерно один к полтора. Даже если взять наш город, то количество пенсионеров у нас 54 тысячи, а население, насколько мне известно, приближается к 190 тысячам. Но у нас действительно время стало другое. Мы совсем стали жить по-другому. Если у нас раньше было в 40 лет, это уже зрелый человек, то сейчас зрелость отодвинулась где-то лет на 25. Зрелый человек – это 55-65 лет, вот так. Уже он зрелый, у него семья, у него дети. А в 40 лет у нас нету, мало у кого сейчас создает семью, и дети появляются только после 40 обычно. Поэтому мы все стали намного моложе, чем мы были раньше. Я ничуть не против и считаю, что, чтобы это принять, надо было, конечно, подумать и какие-то выводы сделать. Все это сделали, и решение принято осознанно. Черные шары, запрещающие купание в море, не снимают с анапских пляжей уже несколько дней. В связи с высокими волнами и сильным донным течением входить в воду запрещено. За безопасностью отдыхающих на всех пляжах следят спасатели. Они напоминают, что игнорирование запрета может стоить жизни. Это один из анапских пляжей в Джимате. С раннего утра системы оповещения предупреждают о запрете на купание. В поддержку информационным сообщениям работают бригады спасателей. Они рассказывают отдыхающим о реальной угрозе. Тягун – сильное подводное течение, с которым не в силах справиться даже опытный пловец. В сочетании со штормом природное явление становится смертельно опасным. Однако многие игнорируют запрет. Несмотря на огромные волны и сильный ветер, купаются сами и отпускают в воду детей с надувными кругами. Сегодня с утра вытаскивали людей. Они не тонули. Просто предупреждали, что с моря надо выходить. Люди не слушаются. Залазят, купаются все равно. Ныряют. Им все равно. Семья Лысенко приехали в Анапу на выходные из Краснодара. Очень были огорчены тем, что на море шторм. Но даже несмотря на огромное желание окунуться, отказывают себе в этом удовольствии. Жизнь дороже. Потому что страшно. Потому что в прошлом году были в Джимите, отдыхали. Были светильные инциденты, когда унесло ребенка. Вот родители не уследили. И как его доставали. Это было жутко, страшно. Поэтому лучше мы походим, подышим воздухом, помочим ножки, чем лезть в воду. Это страшно на самом деле. Управление гражданской обороны и защиты населения напоминает о необходимости неукоснительно выполнять требования спасателей в случае запрета на купание. Элементарная обеспеченность может обернуться настоящей трагедией. Поэтому лучше подождать пару дней и спокойно наслаждаться комфортным, а самое главное – безопасным отдыхом на воде. Руслан Душевский, Анна Парегион. Вокруг Кубани за 60 дней в крае стартовал проект «Кубанская кругосветка». 22 юных туриста под руководством опытных инструкторов путешествуют по всей Кубани на велосипедах. 30 июня группа стартовала из Тамани. Им предстоит преодолеть более 2000 километров и вернуться в начальную точку. Вчера участников экспедиции приняла Анапа. Группа остановилась на ночлег в шестой школе, где для них создали все условия. С ребятами пообщались наши корреспонденты. Осмотр велосипедов – обязательный пункт во время каждого привала. Игорь Болотин увлекается туризмом с самого детства. Единомышленников находит в социальных сетях. Велоэкспедиции принимает участие впервые, однако уже заслужил репутацию опытного механика. Банально залатать колеса всем подряд, багажники починить. Часто бывает, что отламывается стойка багажника – это основная проблема. Нужно его починить. Каким образом? Надо думать. В каждый раз свое. Переключатели ломаются, тоже недавно делали. Там совсем отвалился с мясом. Ну, как бы пока еще серьезных случаев не было. У каждого в команде своя роль. Механики, повара, врачи и даже биологи. Такая система помогает ребятам сплотиться и эффективно работать в команде. По словам Ангелины Бирюковой, она ни разу не пожалела о том, что отправилась в столь долгое путешествие. Старается наслаждаться каждым днем поездки. Если что-то выделить, то вчера на Бугатской косе мы сидели и наблюдали закат. А сегодня мы на ней встретили рассвет. И это было очень красиво. Впервые проект «Кубанская кругосветка» был запущен три года назад. В нем могут участвовать физически подготовленные подростки от 14 до 17 лет. Как отмечают наставники, маршрут имеет первую категорию сложностей и подойдет для новичка. Экспедиция туристско-краеведческая. Получается, что за два месяца люди осваивают несколько видов туризма. Во-первых, водный, пешеходный, велосипедный. И плюс, к тому же, они узнают весь край. Получается, мы проезжаем буквально все. Мы можем, ну не то, что можем, мы видим Черноморское побережье, от Тамани, Анапа, Новороссийск, Геленджик до Красной Поляны, Сочи. То есть это все Черное море. Потом мы идем через Кавказский заповедник, то же самое мы видим невероятные красоты, куда обычным людям, можно сказать, тяжело добраться. Мало кто, в принципе, за два месяца может себе позволить посмотреть весь Краснодарский край, какой он может быть. Не только вот точечно, а мы едем на велосипедах, идем пешком, сплавляемся и видим это все ближе и ближе. Проект поддерживает Министерство образования края. В Анапе велосипедисты останавливаются в шестой школе третий год. Душевые, чистая питьевая вода, а также просторные помещения для сна. Ребята с комфортом отдыхают после дороги. Такие привалы запланированы в разных городах. Днем группа в пути не более шести часов, однако этого вполне достаточно, чтобы за два месяца преодолеть две тысячи километров и объехать всю Кубань. Уже к концу августа экспедиция должна вернуться в стартовую точку. В планах организаторов разработать новые туристические маршруты, которые, возможно, выйдут за рамки Краснодарского края. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь» Анапа-Самбурова 254. Мы делаем спорт доступным. Абонемент для женщин. 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 Продолжение следует...